Ну, поехали. И так, давайте дальше. Хорошо. Игра черными. И вперед в бой. Мы, причем, играем против притязковой партии. А, опять, опять слоновые в четыре выходят. Самый главный мой убойный вариант, да? Да, наверное, со слоновые в четыре у Игоря была самая лучшая позиция из того, что пока было. Ну, мне кажется, что... Самые большие проблемы не ставят. Хочешь, не хочешь, но надо, наверное... Ага, есть такой вариант, да, да. А еще потом конь Д7 и где-то Е5. Такой вариант есть. Но я уже против Алины Кашлинской так играл. И разгромил полностью эту позицию. Здесь Е4. Это все моя новинка. Конь Ц3, Е4. Этих партий нет, только я так играю. Но это прям четко подготовлено. Ход Е5 плохой, проигрывает практически по позиции. А какой результат будет неизвестный. Ну, Е5 надо ходить, другого-то нет хода. Что еще делать-то? Для этого все и затевалось. Это действительно вариант, который играют гроссмейстеры. Да, вот именно так. И считается, что это наиболее хороший вариант для черных. Ну, вот сейчас сами посмотрите, какая тут та сказка смертная. Через порядок позиции переходить. Сейчас им надо что-то делать. Ф5 пошла кашлинской, но это плохо, потому что просто ДЕ и Е. Все открылось и там полный разгром. Значит, ну а что еще можно сыграть? Вот король Х8 играл против меня, волнив неоднократно. Да, ну тут Ферзь Д2. Просто продолжаю наезжать на позицию. Не закрываю пока что игру, потому что черные же не могут пойти Е5 без закрытия игры. Еще куда-то Ферзь иногда ходит, но тогда Коэн Д5 с нападением на герку Т7. Видите, в черном нечем ходить. То есть такая вот тоска абсолютная. Но, вы же знаете, да, что умение получить хорошую позицию и выиграть, это не одно и то же. Даже больше вам скажу того. Давайте я сейчас ложку педагогического тегтя вам дам. Дело в том, что именно выигрывать надо уметь, а не получать хорошие позиции. Вот это гораздо главнее в спорте и шахте в частности. Фух, ну вот, да, вот так вот что-то такое, да, приходится ходить. Ну, хорошо, давайте Ладья на Е1, Ладья на Д1 еще. Такая позиция не очень, поэтому придется постоять. Черных ходов нормальных нет, да. Сейчас Ладья на Д1, разумеется, придет еще. Конь пошел на Б6, зачем он это делает, даже не знаю. На С4 же не может пойти, нет. Ну, давайте. Пока что максимально построюсь. Ну, где-то ДЕ хочу побить. И после ДЕ уже дальше врываться где-то по всем линиям. Да. Ну, что, ДЕ-5, просто конь на ДЕ. Потому что мне нужно поле Ж5 еще получить для вилки на Ф7. Так, не еваю. Что она будет делать? Бьет сюда. У меня есть промежуточный ход ЕФ. Правильно? Я же первый бью, взял ЕФ. ЕФ. Что-то я от радости, что у меня не пошли конь Ж5. А я бью ФЖ. Ну, либо просто с лишней пешкой остаюсь. Да, забираю пешку, выигрываю. Почему нет? Я же первый бью. То есть, ну, как бы, это простая история. Остался с лишней пешкой. Ну, и теперь с лишней пешкой надо как-то попытаться выигрывать. Но, правда, кольца 4 доход появился. Видите, как? Будем считать, что это творческая жажда. Кольца 4 не дает мне пешку. На Б2 может взять, да? На Б2 я беру на Б2, на Б7. По-моему, все, вот. Надо брать, видимо, на Е3. Ну, если взять на Е3, то просто лишняя пешка. Да. И что? Пешку урвал. Но, надо сказать, что черно делали с легким скугом. Вообще-то, по-моему, для меня особенно хорошо. Мне кажется, что это неправильно было. Я же забрал на Б7. А вот эту сенью? Еще на C70. Тут как-то, по-моему, у меня же все крепко. Никаких матов, разумеется, не должно быть здесь. Херст мой, конечно, не ловится. Потому что крокодил не ловится, не растет кокос. Тут же все, все логично. Хорошая попытка взять на F3, да? Подбить на F3 может оказаться именно правильной, хорошей попыткой. Что, если слон до 4? А был еще интересный. Вот это F3, да, разумеется. Ага, хочет взять на C2. На Тепельке. Она хочет взять на C2. Ну, так тоже неплохо. Или вообще напасть на его ферзя. Ну, не важно. Ладно, слова надо даже сохранить. Я думаю, надо его сохранять. Нельзя дать, разбить домик у короля тоже немаловажный факт, что все-таки. Тоже немаловажный фактор. Что я планирую? На F3 бьет C2, ладья C1. И дальше ладья бьет на C7. Ну, как будто бы со вторжением на 7 ряд, по-моему, с полной безнадегой. Но это так, это я сам себя подбадрил. Потому что, сколько не получаю эти позиции все, а выиграть никак не могу. Вот ведь беда-то где? Давайте конь C4. Такая попытка. А что, если я бью на C7? Я тут немножко замесла, конечно. Хочет взять на эти... Один C4 хорошая. Да, смысл уже нет большого в этом. В этом большого смысла нет. Что я могу сделать? Взять на A7 даже могу. Взять на A7. И потому что на B8 не будет никакого... Правда, конь A5 какой-то пойдет. Неужели в C1 пойдет? Видите, что? Тут все, все, как-то все шатко, да? Конь C4. Побить или на C4 просто? У нас в C1, ферц2 пойдет. Побить или на C4 тоже важно. Но время есть, могу подумать. Накопил я время за это время, да? Как бы это ни звучало тавтологии. Да, интересно. На F7, ладья C8. Или нет? Или что-то еще? И тогда я должен уходить куда-то. Берет на A3. Это не то, что я хочу. Может, какой-нибудь B6? Тогда я хочу. Слон G5. Может быть так? Давайте я сыграю так, да. Вот что я сделаю. Слон G5. Слон пошел несколько в большую активность. Точно, что не предполагается. Да. Хорошо. Теперь, теперь. Прома ферзя когда-то попасть. Надо, разумеется, сейчас ферзя, чтобы меня не поймали, да? Вот это тоже важный момент, чтобы ферзя не поймали. Как же этого добиться? Пешка еще, да, подвисает. У меня. Ну, давайте. Не вижу, как ферзя можно поймать. Поэтому хожу в слон G3. Просто защищаю. Что? Не ловится же ферзь? Что такое? Нет. Ну, не должен же. Так что? Нет, 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 нет. Не должно быть. Не должно такого быть. Здесь не должно. Слон под ударом. Ладно, слон ушел. И что из этого? Пока не понимаю. Не вижу, в чем опасность может быть. Не вижу, в чем может быть опасность. Предложу ферзями поменяться, потому что у нас лишний материал. Могу меняться два слона еще. Не хочет, правильно. Будем меняться. Правильно, не хочет. Ну, пошел вперед. Наступать буду. Как будто бы давлю. Давлю еще раз по седьмому ряду. Так. Опять нападения какие-то, да? Поймать буду ферзями. Быстро и сильно. Форточку надо делать. Деваться некуда. Пусть берет на D3. Ладно уж. Пусть берет. Нет. Не хочет. В центр ушел все-таки, чтобы не было беды. Я уйду в центр. И ушел на А2. Тут варианта даже нет уже. Смотрите-ка. Чуть ли не единственный ход делаю, да? Ладьяна Б2. Чтобы шаг дать мне, да? Смотрите как. О, как. Вот это да. Не дурно. Красивый бестолковый удар. И ушел. Ладно. Ушел. Ничего. Не буду я отдавать ферзя. Зачем мне это? Тактику видит здорово, конечно. Она молодец. С этим не поспоришь. Ну что? Самое время напасть, что ли? Может быть? Куда-то на что-нибудь. Не нравится, ладья. На что-нибудь бы хотя бы напасть. Вот так, может быть. Побьет, если побью. Нет, не бьет. Ладно. Не бьет. Нападает. А я вот так еще напал на коня. Шаг так шаг. Ушел. Ушел. Я думаю. Так, хорошо. Не знаю, зачем. Хорошо ли это? Нападение снова, да? Так, 20 секунд. Слушайте, опять я уже нахожусь в каком-то странном цейкноте. Непонятно, почему так, да? Почему так-то, да? Казалось бы. Вроде бы у меня там на целую минуту опережал. И вот теперь, да. И теперь вот такая история с неясной ситуацией. Игра на секундах. Она такая нервная и бестолковая. Так, вперед, чтобы использовать проходную пешку. Так, а теперь ушел. Может быть, ладья B7 удастся? Может быть, удастся ладья B7? Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Удается ладья B7-то вроде, нет? Или нет? Сейчас узнаем. Ай, нельзя так играть. Слушайте, пешку надо защищать. Пешку надо как-то останавливать. Так, теперь вперед. Как-то надо останавливать пешку. Ну, я же могу шаг сделать. И зачем, собственно, я сделал это? Пока не понял. Может, доигралась я тут, конечно. Ой, доигралась. Все, защитил. Хорошо. Играю очень аккуратно. Так, а будет ли это выигрыш? Это же не будет выигрыш, скорее всего. Так, нельзя меняться ладьями. Хотя ладья B7-по этому не надо. Но этого не надо сделать. Так, когда надо королем выйти? Где встаю-то? Вот здесь надо уйти. Ладно, хорошо. Сейчас выхожу. Выхожу королем, надо уходить. Выхожу один я на дорогу. Ой, там ладья будет. Выхожу один я на дорогу. Иду, надо идти туда. Надо туда идти, это очевидно. Иду вперед дальше. Пытаюсь что-нибудь прорваться куда-то. Ладно, закрылся. А, как, смотрите-ка. А так, если еще? Так, соперник вам тоже не знает, что творит. Защитил слона. Сейчас ладья F7. Хорошая идея. Кажется, получается. Ушел. Ну, король-то здесь не поудет мой, Акшахов. А вот взял. И теперь куда король уходит? Не знаю. Пешка идет. Сейчас он Е4 и ферзь. Что, что она пошла? Король B4? Ну, нет, минутку. Давайте напал на ладью пока. Слушайте. Как же, как же, как же, как же, как же. Сделать-то, как выиграть-то? Е-мое. Не вижу, как выиграть. Ладно. Так. Может быть, слоне удастся так и перекрыться. Ай! Наконец-то. Это еще что такое? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Еще у меня одна проходная есть. Как бы не получить? Ну, что ты будешь делать, а? Что я делаю? Ну, что это я делаю-то? Все съем. Чудо какое-то. Спаслась. Ну, невероятно. Невероятно, но факт. Спаслась она, спаслась. Уже теперь я спасаюсь, да? Ну, ладно. Здесь, конечно, все равно ничья, разумеется. Ну, е-мое. Ну, вот это надо же как, а? Вот, слушайте. Ну, не получается. А такую позицию опять вот не выигрываю. Да, уж, да, уж, да, уж, да, уж, выхожу. Надо по белым полям ходить. По белым полям, по белым полям. Я не фанат играну на секунду. Да, по белым полям надо ходить. Ну, давайте. Сейчас по белым полям буду играть этим своим торговым слоном. Ну, да. Тут, я думаю, как-нибудь я все равно справлюсь. Ну, что, соглашаемся или двигаем дальше? Рискованно. А если шаг, может мат получит? Она опять пойдет? Нет? Не пошла она опять. Ладно, ничья, конечно. Чтоб мудрить. Да, ну ладно, да, ужас какой-то. Видите? Ну, что поделаешь? Я думаю, что тут уже не совсем шахматы, потому что человечества тут уже нет. Какая молодец. Вот это вот мастерство. Нельзя было ходить на А5. Это была ловушка. Там, молодежь, неожиданно был мат. Хух, вот так вот. Видите, уже 10 партий сыграли. Можно, конечно, необычу играть. Но я думаю, что это нужно очень хорошо играть на секунду. Но все еще, все еще, как сказать, нахожусь в каком-то ложном оптизме, что ли. Может быть, можно было. Когда играем на 15 секунду, то, скорее, почему он не отдал все пешки, вот еще вопрос. Я думаю, что должен я просто мат. Счет у нас 6,5 на 3,5. Да.